Сегодня состоится предпоказ фильма Супер Той. Это первая полнометражная комедия режиссера Голыма Асылова. В прокат этот фильм выйдет 21 апреля, а пока узнаем, как создавался этот фильм, какие впечатления и какие у актеров и режиссеров планы на будущее. Расскажите, пожалуйста, как прошли съемки вашей дебютной картины, какие у вас чувства, эмоции, вообще как настроение? Настроение отличное, съемки прошли очень удачно, мы снимали буквально две недели, все на позитиве, на легке, больше комедии было на съемочном площадке, чем на самом кадре. Это надо было видеть. А что такое интересное произошло на съемочной площадке? Ну, команда была очень веселая и какие-то вот, когда сцены снимаются, комедийные, на лету что-то придумывается, давайте, получается, весь сценарий практически был вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, и на лету придумывалось очень много казусственных ситуаций. Вот, и от этого живот очень болел, потому что смеялись все по 24 часа, все успелось. Что вы планируете в ближайшем будущем? В данный момент планируется спортивная драма, фильм будет посвящен Сире Кусапиеву, вот, о его взлетах, падениях, достижениях. Это будет коммерческое кино, вот. Элина, это ваша первая полнометражная картина. Какие вы испытываете чувства, эмоции, как у вас настроение? Ну, настроение у меня замечательное. Я испытываю только положительные эмоции. Картина полнометражная, это вторая, но первая в главной роли. То есть, до этого у меня была картина «Шлагбаум», где я играла второстепенную роль, играла подругу Дидара Кадена, режиссер Шасулан Кушанок. Вот, это моя первая картина в главной роли, полнометражная. Я очень волнована, надеюсь, все пройдет хорошо. Расскажите о своей героине. Насколько она соотносится с вами? Ну, «Сауле» — это отчасти я. То есть, эмоции, какие-то переживания, собранность, то есть, порядок в характере. Это такая героиня, в которой очень много меня. То есть, можно сказать, что я не играла, а просто жила бы, ну, вот, съемок этой картины. Какие такие вот курьезные, смешные случаи происходили во время съемок? Как вам сам съемочный процесс? Ну, съемочный процесс был очень легким, очень веселым. Несмотря на достаточно тяжелые погодные условия, это было лето, было очень жарко, на мне было очень тесное свадебное платье и фата. То есть, теперь я понимаю, насколько тяжело невестам. Интересные случаи. Я всем всегда говорю, это сцена с тортом. То есть, из дубля в дубль есть торт. На самом деле, это не так классно, как многие думают. То есть, может быть, сладкоежкам бы понравилось, но так как я не являюсь сладкоежкой, мне было достаточно сложно. Но эта сцена больше всего мне понравилась, я больше всего ее жду. Пан Иш, расскажите, как вам картина? Насколько вам понравилась работа? Я, как человек, уже в кино долгое время. Ну, может, не настолько долгое, как у многих. Но все же я считаю, что это уже достаточно такой хороший срок. Я много вложил в эту картину, потому что режиссер сам мой друг. И всю эту идею мы, получается, все вместе разрабатывали. И своего героя я выбрал сам. Мой герой, он такой парень неудачник, но он любитель всего хорошего, чего-нибудь креативного, не однообразного. Почему именно этот фильм? Почему именно той? Вы знаете, мы на самом деле выступаем больше как инвесторы и как со-продюсеры. И к нам пришли талантливые ребята и предложили несколько проектов. И мы порекомендовали им поработать именно в жанре комедии. И нам показалось, что жанр комедии, он легче получится, и его проще будет сделать. Он не будет слишком затратным. И то, что касается тоя или свадебного мероприятия, оно знакомо всем. И у каждого из нас есть какие-то смешные истории, которые происходят практически на каждой свадьбе. А принимали ли вы участие в сценарии? Нет, в сценарии, конечно, я не принимал участие. Мы давали свои рекомендации, но они носили, так скажем, совсем незначительный характер. Какую вы ожидаете кассу? Я ожидаю, что у СуперТой будет хорошая касса. Вот, надеюсь, что порядка 100-120 тысяч человек в Казахстане посмотрят эту картину. И выйдет из зала с хорошим настроением. Мадина, расскажите, как вам фильм, какие впечатления? Ну, знаете, я хочу сказать, после рабочего дня я очень позитивное настроение получила. Расслабилась, куча положительных эмоций. Очень легкие, где-то дающие такую нашу немножко горькую правду нашей жизни. Легкий фильм, отражающийся, ну, нашу реальность, наверное, как мы проводим ТОИ. Я рекомендую всем сходить и, наверное, немножко задуматься, как мы на самом деле к этому всему относимся, немножко поменять отношения ко всем этим мероприятиям. А как часто вы сами бываете на таких ТОИ? Ну, мы живем в Казахстане, мы казахи, естественно, на ТОИ, но мы бываем почти, ну, месяц, наверное, два раза. Ну, хороший фильм, веселый, молодцы ребята, актерская работа, очень интересная режиссеры, хорошо постановку сделали. Мне очень понравилось, я вдохнула от души просто. Вот и завершился предпоказ фильма Супер ТОИ. Эта легкая романтическая комедия не оставит равнодушным ни одного зрителя, а полную рецензию читайте на сайте BroadKizet. Можно вам такое вот видео, ну, креативное? Чего? Чего? Ну, такое, ну, креативное такое, ну, такое необычное. Я в Ютубе видела этому? А, в Ютубе там, да? Да, да, да. Ну, конечно, без базара, вот, конечно. Короче, братан, подними руку. АПЛОДИСМЕНТЫ